Обличение в желучении сектантов. Кассета 2. О Крещении. Нужно сперва уверовать, а потом же креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16.16. И эти слова Христа по вышеуказанной причине относятся не к детям, а к взрослым. Если же толковать это местописание по-сектантски, то выйдет, что и дети сектантов, как не имеющие еще веры, погибнут. Ибо сказано, кто не будет веровать, осужден будет. Прежде чем креститься, нужно покаяться в грехах. Дети сделать этого не могут, следовательно, нельзя их укрестить. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Деяние 2.38. Это место Священного Писания объясняется следующим, после него стихом. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Стих 39. Из этого стиха очень ясно видно, что обетование, получение спасения через крещение принадлежит не только одним взрослым, а и детям, для которых принесение покаяния перед крещением совершенно излишне, ибо им, как не имеющим никаких личных грехов, решительно не в чем и каяться. Нет. Нужно сперва обещать Богу добрую совесть, а потом уже креститься. Крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3.21. Дети обещания такого дать не могут, поэтому и крестить их нельзя. О крещении детей здесь не говорится ни слова, а говорится вот о чем. Среди первых христиан были и такие, которые думали, что крещение – это простой христианский обряд омовения, как, например, обряд омовения рук у евреев. Апостол и говорит, что крещение – не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Нужно заметить, что не обещание доброй совести спасает человека, а крещение спасает. Иначе, если бы спасало обещание ее, тогда не нужно было бы и крещение. Наконец-то, младенцев у нас дают обещание их восприемники. Да и крестить-то детей излишне, потому что и Христос сказал о детях, что они и так спасутся, ибо таковых есть Царство Небесное. Матфея 19.14. Прежде всего, нужно сказать, что здесь Спаситель ставит детей в пример за их простоту и незлобие, говоря, что «таковых». То есть таких незлобивых людей, как дети, есть Царство Небесное. Значит, здесь речь не столько о детях, сколько о взрослых. А затем здесь самое главное – это то, что к Спасителю приносили детей иудейских. Стиш, смотри, первый стих 19 главы, которые по ветхозаветнему закону были обрезаны, и потому действительно могли спастись по вере в грядущего Мессию, когда спасались и все ветхозаветние люди. Дети же сектантов и не обрезаны, и не крещены, подобно детям язычников. На таких детях остается прародительский грех, они не очистились от него в крещении. А Слово Божие так говорит о Царстве Небесном. «И не войдет в него ничто нечистое» – Оскорбение 21.27. «Не войдут, следовательно, в Царствие Божие и не очищенные крещением дети сектантов». «Крести детей не нужно, ибо они, как происходящие от родителей верующих, и так святы. Неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» – 1 Коринфянам 7.14. Слово «святой» не значит «безгрешный», а значит «избранный и освященный Господом». Так, например, Моисей называет еврейский народ святым, и в то же время называет его жестоковыным, строптивым, глупым, развращенным и несмысленным. «Ты народ святый у Господа Бога твоего», – говорит Моисей об Израиле. «Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом, из всех народов, которые на земле» – в Тарзаконе 7.6. А несколько далее говорит «Знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыный» – в Тарзаконе 9.6. Или «Они, израильтяне, развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сидели, воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный» – Тарзаконе 32.5. Также апостол Павел в первой главе своего первого послания к Коринфянам называет всех их призванными святыми. А в пятой и шестой главах называет Коринфянам великими грешниками, у которых существовали тяжбы брата с братом 6.6. Присвоение чужой собственности 6.7. И появилось такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. «И вы, говорит, святым Коринфянам апостол, возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать» – 5.1. «Святые апостолы даже себя называли грешниками» – 1 Иоанна 1.8, Якова 3.2. «Теперь ясно, что святым в новозаветном Писании называется прежде всего тот, кто освящен во Христе Иисусе в святом крещении» – 1 Коринфянам 1.2. «Кто облегся во Христа в крещении? Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись» – 1 Коринфянам 3.27. «Кто соединен со Христом в крещении? Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Ибо все мы, соединены с Ним, подобием смерти Его» – «то должны быть соединены подобием воскресения» – 1 Коринфянам 6.5. «Святым, наконец, может быть назван лишь тот, кто освящен и спасен баней возрождения и обновления святым духом» – 1 Коринфянам 6.11. «Отсюда понятно, что дети коринфянских родителей, из которых один верующий, а другой неверующий, называются святыми потому именно, что благодаря верующему родителю они были крещены, ибо нигде в Писании некрещенные не называются, да и не могут называться святыми. Поэтому и сектантские дети, не омытые в крещении от первородного греха, не святы, а грешны и нечисты, ибо во Христа они не облеклись. В крещении не соединились с Ним, не омылись, не осветились и не оправдались. Они все равно, что некрещенные дети язычников, пребывающие в рабстве дьявола и первородного греха. Да и по рассуждению теряется всякая логика. Если дети сектантов святы так, без крещения, то спрашивается, в какой же момент они делаются не святыми, которых нужно крестить во взрослом состоянии? Если до этого они были спасены, в какой момент они оказались вне пределов церкви, ибо вне церкви нет спасения? Крестить детей не нужно, если родители крещены, ибо от таких родителей дети рождаются без Адамова греха. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Римлянам 11.16. И далее. Не может дерево доброе приносить плоды худые? Не дерево худое приносить плоды добрые? Матфея 7.18. Из всей 11 главы послания к римлянам видно, что под начатком и корнем, разумеется, не крещеные христиане, а святые ветхозаветние патриархи, сохранившие истинную веру в Бога, от которых некоторые из ветвей, то есть язычники, отломились. А под деревом добрым, разумеется, всякий истинный христианин. А не тот лишь поимеет детей. Как и под добрыми плодами, разумеется, не дети крещеных христиан, а добрые их дела. Жизнь сама показывает, что у добрых родителей христиан часто бывают дети хуже язычников. Для детей, рождающихся от крещенных и некрещенных родителей, один и тот же закон. Все дети рождаются с Адамовым грехом, поэтому все в свое время и умирают, ибо грехом смерть вошла в мир. Следовательно, если бы от крещенных родителей рождались дети без Адамова греха, то они никогда бы и не умирали. Но как смерть царствовала от Адама и до Моисея и над несогрешившими подобным преступлению Адама, римлянам 5.14, так и теперь она царствует над всеми рождающимися от некрещенных родителей. Ибо как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем в Адаме все согрешили. И от этого Адамова греха каждого избавляет одно лишь крещение. Почему и сказал Христос о всех рождающихся от крещенных и некрещенных родителей. Если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в царствие Божие. Иоанна 3.5 Могут ли дети, бессознательные веры, получить благодать Святаго Духа и осветиться от Него? Могут. Могут и даже в утробе матери своей. Так Господь говорит Иеремии, «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1.5 Смотри, еще Судий 13.4 Об Яне Креститель в Евангелии читаем. Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Лука 1.15 При встрече с Богом Матерью правильная Елисавета говорит ей, «Когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Лука 1.15 Еще о детях читаем Евангелие. «Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей воскресающих в храме, и говорящих о санна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да». «Разве вы никогда не читали?» «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Солом 8.3.21.15.16 И что интересно подметить, дьявол часто подражает тому, что делалось с Христом, «Как и чудеса, какие сотворил Моисей, сотворяли и волхвы, но сделать то, чтобы дети, младенцы восклицали, воздавали хвалу, этого не мог сделать дьявол нигде». Мы уже раньше видели, как ко Христу приносили детей, и Он благословлял их, Матфея 19.15, возлагая на них причистые свои руки. Значит, дети способны были получить Христово благословение, хотя еще и не имели полноты веры, как говорит и псалмопевец, «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой». Псалом 21.10. Итак, мы видим, что благодать Божия еще в очреве матери освящает пророка Иеремию, еще в очреве матери исполняет Духом Святым и радости Яна Крестителя, и еще грудных детей научает приветствовать Спасителя. Значит, дети могут получать дары Святого Духа в самом раннем возрасте, а потому могут и должны получать дар Святого Духа в Святом Крещении. Ибо хотя в пророческом служении и таинстве крещения дары различны, но Дух один и тот же. 1 Коринфян 12.4. Могут ли не имеющие веры дети получить в крещении и прощении грехов по вере их родителей и восприемников? Без всякого сомнения, могут. В Святом Евангелии есть много примеров, как по вере одних получали благодать и исцеление другие. Так, например, по вере сотника выздоровел жестоко болезненный, но и слуга его. Матфея 8.15. По вере матери хананьянки, язычницы, выздоровела бесноватая дочь ее. Матфея 15.22. По вере отца исцелился бесноватый сын его. Матфея 17.15. По вере принесших расслабленного, он не только исцелился, но и получил прощение грехов. Об этом Святой Матфей так повествуется. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, то есть принесших, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфея 9.1. Марка 2.5. Следовательно, и по вере родителей восприемников и священнослужителей, совершающих крещение, дети могут получить прощение прародительского греха. В этом случае восприемники или кумовья, то же, что и приносившие детей ко Христу, по вере которых он обнял детей, возложил руки на них и благословил их. Марка 10.13.16. Откуда еще видно, что можно и детей крестить? Крещение заменило собой обрезание, как учит апостол Павел. В нем, во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Колоси 2.11. А обрезание совершалось над детьми. Бытие 17.10.14. Лука 2.21. И называлось «вступить в союз с Богом, и всякая душа, которая не обрежется, да истребится». Следовательно, над детьми должно совершаться и крещение. Обетование или обещание о крещении дано только взрослым или детям? Да, и детям. Почему их и должно крестить? «Покайтесь», — говорит апостол Петр, «и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. «Ибо вам», — поясняет апостол, «принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Иоанне 2.38.39. Здесь апостол уже прямо и ясно велит «крестите детей, ибо и им дано обетование спасения». Иеремия 31.34. Откуда особенно ясно видно, что нужно и детей крестить? Из слов самого Христа Спасителя, сказанных Никодиму, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3.5. Здесь Христос не делает исключения ни старому, ни малому, а говорит для всех ясно, что кто не родится от воды и духа, то есть не примет святого крещения, не может войти в Царство Божие. Почему необходимо крестить и детей? Облечены ли дети сектантов во Христа? Нет. Только во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам 3.27. А они не крещены, следовательно, не облегчены в Него, и потому они не Его дети. Соединены ли со Христом некрещенные дети сектантов, и воскреснут ли они для вечной жизни с Ним? Нет. Крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, а будучи соединены с Ним подобием смерти, должны быть соединены с Ним и подобием воскресения. Римлян 6.5. А дети сектантов не соединены со Христом в крещении, и для вечной жизни с Ним не воскреснут, они духовно мертвые. Омылись ли дети сектантов от первородного греха? Осветились ли Духом Божиим? Оправдались ли пред Богом? Спасены ли банию возрождения и обновления Святым Духом? Нет. Только крестившиеся, омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6.11, Иоанне 2.38 и 22.16. А они, некрещеные, несчастные, остаются во власти дьявола, греха и духовной смерти. Ибо Христос спасает людей бани и возрождения, то есть с крещением, и обновления Святым Духом. И тут репячь. Чему уподобляет Христос тех, кто не родился во Святом Крещении? Уподобляет плоти. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух. Иоанна 3.6. Дети сектантов рождены только по плоти и не рождены от воды и Духа, значит, они плоть. Какая же ждет участь некрещенных? Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие? Иоанна 3.5. Но то скажу вам, братья, что плоти, кровь не могут наследовать Царствие Божие. 1 Коринфян 15.50. А какая участь ждет родителей, препятствующих детям приходить ко Христу через крещение и тем, губящих их души? Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Матфея 19.14. Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Матфея 23.13. Необходимо ли полное погружение для правильного крещения или это излишне? Без полного погружения крещение не может считаться крещением, ибо соборное правило устанавливает «Ащинистри погружения несть крещен». Почему же современные священнослужители крестят без полного погружения, просто крапления молбов? это можно сказать трагедия русской православной церкви. Практически мы стоим на грани того, чтобы в полный голос заговорить о полном перекрещении всей Руси. Россия жаждет второго крещения. Все это происходит от небрежения, от того, что в большинстве своем священнослужители являются невозрожденными и, быть может, совершенно случайными людьми, хотя и на них пребывает благодать Божия. Если водное крещение так важно, то почему в современной церкви каждый день крестятся сотни людей, а храмы по-прежнему пусты, молодежь утопает в мирских развлечениях? По той причине, что, как сказал Христос, надо веровать и креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Значит, для веры необходимо два условия. Уверовать во Христа как своего спасителя и иметь крещение в троекратное полное погружение от законно рукоположных пастырей. Практически у нас нет ни первого, ни второго. Порядок такой. Человек приходит к регистратуре, заплатил деньги, его и не спрашивают о вере. Некоторые подскажут, что, когда спросит священник, веришь ли отвечай веру, из-за него просчитается и символ веры, и все молитвы, его и не раздевают. А так, мокрые ладони помочат лоб, а часто всего лишь мертвый парик на голове. Все это является кощунством и не более того, отчего и все приходящие, когда за них отвечает кто-то, сочетался ли, сочетовался ли, и тот, кто спрашивает, тот сам отвечал, сочетовался, все это с короговоркой. Оттого такое сочетание, то есть человек ничего не узнал о Христе и не хотел знать, да и причина, по которым люди приходят к окрещению, является не той, то есть не жаждой спасения. Отчего эти люди и не наполняют храма, а наполняют мир. Все это фикция и обман. Так может быть отношение современных сектантов к крещениях, хотя такого таинства у них и нет, более правильное, чем в современной православной церкви, и современные священники православные могли бы заимствовать у них отношение к самому таинству крещения. Да, у сектантов нам можно поучиться ревности. Это поистине преступное небрежение священнослужителей к своим обязанностям привело к тому, что народ отступив от церкви, пошел за ложными учителями, и какому краху пришла Россия. Вот несколько выдержек из православных журналов о той скорби, которая наполняла сердца настоящих священнослужителей. Люди понимали, что так больше продолжать все не может. Бог накажет Россию и в первую очередь за грех священнослужителей. Современное обозрение за 1908 год, номер 25, страница 99, приложение к журналу Корнчей за этот же год. Святое святых. Наиважнейшая часть православных храмов, соответствующая Ветхозаветнему Святое святых, нисколько у нас не отличается от обыкновенной части храма. До глубины души бывает больно, когда слышишь и видишь, что творится за иконостасом, история возникновения которого красноречиво подтверждает неподлежащий сомнению факт благочестия древних христиан. Из алтаря прихожане зачастую и видят выглядывание братьев в щели царских дверей. Оттуда льются аккорды звонкой монеты, слышится громкий разговор на злободневной теме, а иногда и бесцеремонный смех. К дополнению такой гармонии, туда же в алтарь в деревнях сторож тащит в корзине хлеб, мед, яйца, булки, пирожки и другие кулинарные изобретения хлопотливых хозяек. И нужно заметить, что все эти продукты гастрономии сторожа хватает, выражаясь языком народа, с панихидного стола во время служения самой панихиды. То есть в те важные святые минуты, когда льются горячие слезы молитвы уплачущих и чающих Христово утешение. Вот печальная картина, какую приходится наблюдать в некоторых православных храмах, алтари которых халатная, равнодушная рука незаметно превратила из святоя святых в кладовую, в сберегательную кассу и в совещательную залу. К стыду своему мы не можем, пожалуй, упрекнуть с этой стороны своих братьев иноисповедных христиан. Не мешало бы нам православным, подобно древним христианам, умевшим находить богатые спасительные цветы и на полях языческой науки жизни, поучить соблагочине у некоторых врагов своих. Если заглянуть в храм других исповеданий, например, в костел или в армянскую церковь, то впечатление получается совершенно обратное. Какое мы выносим на своего храма? Сразу у них замечаешь отсутствие всего того, что оскорбляет религиозное чувство. Тут становится понятно, как и зачем вызывается религиозная настроенность умолящейся массы. Все открыто. Пастырь, изображающий басово Моисея при купине на виду всей своей паствы в армян. Горит, как свеча пред престолом царя царствующих. В храме нет никаких кулис, за которыми бы можно было ему во время молитвы отложить всякое попечение, погулять и помечтать. В продолжении всей службы Моиса вместе с народом, закрываясь от его взоров только для принятия святых таинств. А у нас замкнутая алтарная жизнь получила какую-то силу канонических законов. Многие из отцов иереев не считают нужным показываться из алтаря. И во время заказных треб, панихит, молебнов и отпеваний усопших декон совершит скаждение, псаломчик пропоет, а возов все можно сказать и в алтаре. И выходит тогда по пословице в церкви был, папа не видал. Выйти на склирос, подпеть и прочитать что-нибудь, как делают добрые редкие батюшки. Это считается по взгляду гордых замкнутых священников, особенно изобразованных академистов, унижением иерейского сана. Стыдно становится православному, когда враги его указывают пальцем на подобные беспорядки, которые некогда побудили самого Христа предпринять самые строгие миры. Краска стыда еще больше сгущается, когда сектанты и разного рода вольнодумцы в образец православным поставляют храмы общественно неправославного неправославного исповедания. Христос! Где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни! Твой храм поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными страдальческой крови нацент Владикавказские ипархиальные ведомости. Страница 31 Кормщий 1908 год номер 6 Отчего зависит успех церковной проповеди? Почему это читаем? Потому что приходящие в храм и крестящаяся молодежь, с которой не работает священие, они практически остаются некрещенными и неуверовавшими по небрежению пастырей. Когда Златоуз говорит, что если одна душа погибнет по твоей небрежности, пастырь, тебе не хватит и всей жизни, чтобы ответить за это. Нужно проповеднику всей душой полюбить Господа. Господь выставил это условие апостолу Петру, если ты любишь меня больше тех, которым вручается твоему руководству, то поси овец моих, руководи других. А такая любовь к Господу не может существовать без любви к ближнему. 1 Иоанна 4, 20. А потому проповеднику нужно полюбить тех, которым обращена проповедь. Нужно пастырю полюбить свою пасту, и тогда он охотно с радостью позаботится научить спасомых и словом, и главное, примером своей жизни. Он сделает это без всяких корыстных и честолюбивых расчетов. Можно проповедовать без тетрадки, экспромтом, но проповедовать только для того, чтобы перед другими явиться проповедником. Можно красноречиво говорить, но в то же время в этом красноречии можно удалить от простоты слова, не иметь бессердечности, сердечного любовного отношения к служителям, и даже можно иметь бессердечие, маловерие по отношению к самому проповедуемому предмету. Любовь укажет, как проповедовать, и слушатели оценят проповедь. Будет ли она сказана по тетрадке, по книжке или экспромтом. Дело успеха церковной проповеди много зависит от настроения и правоспособности слушателей. Было время, когда били в доску, и по этому знаку усердствующие христиане охотно собирались в храм на молитву и для выслушивания читанной проповеди, а теперь в большие колокола звонят. Да неохотно собираются православные христиане в храм на молитву, а от проповеди многие убегают из собравшихся в храм. Может быть наступит время, когда будут говорить христианским проповедникам, так же, как некогда говорили развращенные неверующие иудеи святым пророкам. Они говорили пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклоняйтесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Исайя 30. На обличение святым пророкам Иеремии пророков идолопоклонства иудеи говорили «Слова, которые ты говоришь нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать то, что вышло из уст наших, чтобы кадить Астартии и возливать возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах иудейских и на улицах Иерусалима, потому что тогда были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить языческой богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода» Иеремия 44.16 Иудеи не принимали никаких пророческих увещаний Сафония 3.2 Они ненавидели обличающих Амоса 5.10 Сам Господь говорил о себе «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы» Иоанна 77. Все сводится к тому, что если проповедник и будет говорить проповеди только для того, чтобы черед отвести, без желания научить других вере и благочестие, без любви к слушателям и слушателю по неверию и развращенности потеряют всякое желание слушать церковную проповедь, то и самая красноречивая проповедь, сказанная без тетрадок, не принесет никакой пользы. Пожалуй, будут слушать красноречивого проповедника, но после будут на разные лады критиковать его. Он будет для них предметом забавных разговоров. Бог говорит пророку языки иллю о народе израильском, они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся перед лицом твоим, народ мой слушает слова твои, но не исполняет их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. От церковной проповеди номер 37 страница 145 современное обозрение приложения к журналу кормщи за 1908 год. Преосвященный епископ Пензенский Митрофан на годовом отчете одного благочинного положил такую резолюцию. Желательно весьма, чтобы не некоторые только, а всеми священниками и вообще священнослужителями округа были произносимы внебогослужебные собеседования и чтения воскресные праздничные дни, на что благочинному надлежит обращать особое внимание, а об упорно нерадивых в этом отношении священнослужителях доносить мне. Священнику без полного семинарского образования советуется заучить наизусть кратки поучения и произносить их с церковной кафедры, а не читать по книге или тетради. Приглашая священнослужителя направлять церковное поучение в небогослужебное чтение, в особенности против пьянства, общими дружными стараниями можно в этом отношении при посредствии живых наставлений и обличений достигнуть весьма хороших результатов. Поучение церкви советуется произносить наизусть, а не читать по тетради или памятной книге. Прошу и молю пастырей церкви принять к сердцу этот мой совет. Вот примерная забота о проповедничестве. Ведь учить народ Божий Слово Божие и воспоминять сердца людей к Богу это две из главнейших обязанностей пастырей церкви по отношению к своим чадам. Первое достигается главным образом путем проповеди, второе многоразлично отчасти путем той проповеди и пастырского спасительного служения и примера, а отчасти же путем истового совершаемого богослужения. Обязанности эти настолько важны и существенны, что святые апостолы первые устроители церкви Христовой сочли нужным в 58 правиле апостольском поставить следующее епископ или пресвитер неродящий о притче и о людях и не учащий их благочестию да будет отлучен ащи же останется всем неродении и лености да будет извержен. Святые отцы 6 Вселенского Собора подробно рассматривали этот вопрос и изрекли следующие священное правило предстоятели церквей должны во вся дни наипаче же во дни воскресные поучать и весь склир и народ словесам благочестия избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уложений пределов богоносных отец и где будет исследованные слово писания то не иначе да изъясняет оное разве как изложили святые учители церкви святых своих писаниях и с ними более довлетворяются нежели составлением собственных слов дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего ибо через учения высереченных отцов люди получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении исправляют жизнь свою на лучшее и не страждают ни дугом неведения но внимая учения побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение сказано ясно и определенно никаких толкований и комментариев не требуется что сказать чем оправдаться нарушителем этого чисто вселенского соборного святоотеческого правила в котором предусмотрен и недостаток умения со стороны некоторых пастырей и составление собственных слов и подробно рассмотрено значение церковного учения для посомых согласно с приведенными правилами в древнем православном богослужении получение было введено в чин заутренние после первой кофизмы читалось толковое евангелие после шестой песни канона читался пролог или в триоде синоксарь за литургией также всегда предлагалось поучение или из книги златоуст или иное какое богослужение вследствие этого являлось школой не только для чувства но и для разума даже такой реформатор как лютер сокративший чин богослужения до нескольких молитв и песнопений символа веры чтения из апостола или евангелия не дерзнул однако подвергать сокращению проповедь но наоборот возвел ее в чин богослужения сделав ее неотъемлемой и едва ли не самой главной составной частью каждого богослужения необходимость и важное значение которое проистекает не только из правил святых отцов но и из простого здравого смысла что же мы видим на этот счет в современном богослужении во многих царквах проповедь можно услышать не более двух трех раз в год в других это тоже крайне редкое явление а главное совершенно случайное зависящее от желания священника и это даже в столицах где так много академистов священников которые своими своим неродением и относительно церковного проповедничества невольно возмущает прихожан ведь для чего занимать место священного проповедника если не хочешь быть проповедником вечернее же богослужение получение чтения толкового евангелия пролога синоксарей сохранилось только в старообрядческих храмах да в некоторых общежительных православных монастырях во всех же приходских храмах без исключения совершенно пропускается даже в лаврах киево-печерской сергиевской многих монастырях мужских и женских чтение всего этого часто считается излишним в большинстве церквей проповедь заменяется каким-нибудь велегласным концертом в то время когда по смыслу службы все присутствующие в храме приглашаются забыть все земное все помыслы и чувства свои направить горе к небесному в результате всего этого страшный недуг неверия неведения широкой волной разливается среди сынов церкви православной толкует в кривьи в косе евангелия потому что не слышат церкви иного его толкования не знает о житии и подвигах святых так как не слышат пролога в котором кроме краткого жизнеописания святых заключается еще немало ответов на самые практические жизненные вопросы в духе святоотеческом не знает содержания значения праздников так как не слышат стеноксарей в которых все это подробно разъясняется спрашиваю недавно одного юношу знает ли он счет чего установлен праздник покрова пресвятой богородицы получаю ответ в честь погребения богоматери собираются православные каждый год на субботу на седмице великого поста слушать акафист пресвятой богородицы но многие из них знают все с чего установлен этот акафист между тем по синоксаре на этот день все это подробно объяснено сейчас ссылается на то что теперь многие из присутствующих в церкви лишь только начинают просто пробовать и уходят вон из храма если говорят они начать говорить поучение то никто не станет посещать храма о лукавое возражение составленное не для блага ближнего а для оправдания своих собственных слабостей и греховных привычек пастыря учить овец и управлять ими или заблудшим овцам пастыря не про наше ли время пророчествовал апостол Павел говоря будет время когда здравоучение принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей которые льстили бы слуху и от истины отвратят слуха обратятся к басням 2 Тимофея 4.3 И вот как дает по этому поводу наставление и епископу проповедуй слово настой во время не во время обличай запрещай вещевай со всяким долготерпением и назиданием 2 Тимофея 4.2 Церковь Христова есть толпы утверждения истины только тогда она может рассчитывать на всеобщее уважение и благоговение если она высоко будет нести свое знамя если не будет ни в чем отступать от истины если будет всегда и неуклонно возводить своих щад от земного горнему идеальному а не сама спускаться в преисподни человеческих страстей соборные апостольские правила относительно проповеди настолько истинны и безусловны что отступать от них истинной церкви ни в каком случае не подобает если бы не половина а девять десятых церкви не захотела бы их слушать все-таки церковь не вправе лишать одну девятую оставшихся в храме просвещения и назидания впрочем такое небрежное отношение к проповеди богослужения обыкновенно не имеет места при правильной постановке дела церковного а встречается только там где паства распущена и лишена пастырского разумления наставления наказанием за игнорирование священных всех правил служит религиозное невежество теплохладность и равнодушие характеризующие современное православное общество чтобы поднять проповедь на надлежащую высоту необходимо ввести ее в чин богослужения дневного и вечернего как это было в древле православном богослужении как это требуется с соборными апостольскими правилами и наконец простым здравым смыслом а не предоставлять этого дела усмотрению настоятелей только при этом условия в связи истинным исполнением православного богослужения получат значение великой духовной школой получат православного народа какое настоящее время церковью утрачено какое великое дело любовь и единение духа между пастырем и паствою номер 2 страница 165 современное обозрение к 39 номеру журнала кормча это сила сила нравственная которая много может сделать в делах веры и пользы церкви в благах народных общественных сила это неодолимо когда твердо в своих основаниях положенных христовым учением чистая в своем духе она идет верным путем и действует правильными средствами достижения духовного возрождения народного спасения пастырь церкви это молитвенник ведущий людей в царствие божие учением священнодействием и руководительством их на всем пути духовной жизни пастырь это не безмолвная масса безгласная в делах веры и церкви это живые личности которые не в отдельности только каждая сама про себя но и в целостном соединении своем должны осознать осуществить и проявить жизнь и силу церкви в ее истинном духе и деятельных спасительных для человека стремлениях так какой союз пастырь и пастомых выражающийся в братстве составит несокрушимую мощь страшную для всякого врага всякого вражеского устремления против народной веры и церкви против духовных интересов народа опасность теперь всеобщая при том не столько от инославных сколько от своих же которые именуются членами церкви на деле являются опаснейшими врагами ее ведь ни для кого не тайна что мы живем во время не одной только политической но и религиозной борьбы неверие в разнообразных его видах вооружается против Бога против Христа против православной церкви похваляясь что конец церкви близко и недалеко то время когда она не оставит в ней камни на камне это зараза неверие и безнравственность и бывшие привилегии только людей оторванных от народа и преимущества городских теперь проникла в народ сельский в деревне ни один сын церкви не должен уклоняться от борьбы и оставаться безучастным к вопросу о внебогослужебном собеседовании номер 20 страница 78 современное обозрение номер 19 журналу корм за 1908 год белое духовенство в Византии главным образом вело просветительную деятельность при помощи того могущественного средства главная советообразность которого хорошо известна была и сознана в византийском государстве мы разумеем вне богослужебное собеседование с народом о религиозно-нравственных предметах которые служили дополнением к собеседованиям богослужебным пока эти собеседования процветали плоды были весьма ощутительны заметно сказываясь на правах общества но по мере того как в духовенстве ослабевала энергия вне богослужебное собеседование стали приходить в упадок а вместе с тем стали ухудшаться и общественные нравы византийский историк 14 века Грагора писал прежде с древнейших времен церковь была богата между прочим и учителями они в различные времена и в различных местах объясняли кто псалмы Давида кто послание святого апостола Павла кто Евангелие это располагало к жизни по заповедям Божьим служило к познанию истинной веры и прямо вело к добру с течением времени все это исчезло как исчезли те добрые нравы обычаи которые точно погрузились на дно морское вместе с тем как угас животворящая лусь слова и учения все свелось в безразличную массу люди впали в бессмысленное состояние и не стало человека который мог бы сам решить что полезно и какими признаками отличается благочестие от нечестия вот отсюда и видно а чего сегодня так много приходит ко крещению а церковь наполнена одними бабушками священнослужители например возьмем субботнее вечернее богослужение к примеру взять пять священнослужителей они приходят только ко времени когда нужно выйти как на парад к чтению Евангелия вслед за этим разоблачаются снимают ризы и спокойно уходят все на свои дела это уже стало как правило а богослужение продолжается хотя есть соборное правило что если покидается служба до окончания ее какие принимаются предительные меры проповеди нет приходит несколько сот молодых впервые пришедших в храм человек но они ничего никогда не узнают причина одна страшное небрежение потеря веры самими священнослужителями о необходимости и спасительности таинства святого крещения учили многие святые отцы и учители церкви апостол Варнава так учит о таинстве святого крещения мы сходим то есть погружаемся в воду крещения полные грехов и нечистоты а выходим из нее с приобретением со страхом в сердце и с надеждой на Иисуса в духе получая же отпущение грехов и надежду на имя Господне мы соделываемся новыми совершенно вновь созданными послание Варнавы глава одиннадцатая писание мужа и апостольских страница сорок вторая святой герм пишет о таинстве святого крещения человек до принятия имени сына божия мертв но как скоро примет эту печать он отмечает мертвость и воспринимает жизнь печать же это есть вода в нее сходят люди мертвыми а выходят из нее живыми посему и им проповедана была эта печать и они воспользовались ею для того чтобы войти в царство божие о мученическом крещении крови учили многие святые отцы церкви так например святой Кирилл Иерусалимский учит если не принял кто крещение то не имеет спасения за исключением одних мучеников которые без воды приобретают царствие ибо спаситель избавляя вселенную крестом из пронзенного ребра источил кровь и воду чтобы живущие во времена мирные крестились в воде а живущие во времена гонений крестились собственной своей крови огласительное слово пункт 10 страница 45 святой Василий Великий так учится крещение кровью иные в подвигах за благочестие действительно а неподражательное прияв смерть за Христа не имели уже нужды для своего спасения в символе в воде хрестившись собственной кровью творение Василия Великого глава 15 часть 3 страница 232 правила апостольские так говорят о троекратном погружении в воду крещающегося ащи кто епископ или пресвитер совершить не три погружения единого тайнодействия на единое погружение даемое в смерть Господню да будет извержен правило святых апостолов 50 небольшое разъяснение слово погружение означает что человек как бы сходя в могилу должен покрыться весь всем телом в воду когда об этом говорит Ян Златоуст что напали враги в церкви то не дали женщинам прилично одеться значит они были раздеты и купели окровавились значит люди были в купелях стоит сегодня посмотреть как крестят в русской православной церкви то ужас охватит человека нет ни единого погружения а какое-то кощунственное крапление или всего лишь только подведут к чаше даже малых детей не погружает в три погружения и некоторые объясняют так вот я его буду обливать и это будет погружение от слова обливать слово погружение никогда не выйдет святой Кирилл Русалимский говоря о крещении замечает вы трижды погружались в воду и снова извлекались из воды всем прознаменуя и давая разуметь тридневное господнее пребывание во гробе поясняем какие же отговорки дают современные священнослужители часто говорят нет купели нужно сказать что это пустые и ненужные отговорки хватает места для гаражей под крестилками хватает места для столовых но не хватает места чтобы поставить всего лишь один чан для полного погружения в каждом сектантском доме почти в каждом устроен баптистерий на несколько человек и даже на несколько десятков и чтобы в православной церкви сегодня покрестить как должно человека в полное погружение как велят апостольские правила нужно проехать почти всю Россию в этом отношении можно поучиться у старообрядцев приемлющих белокреницкую иерархию за сотни лет они не совершили ни единого крещения без полного погружения святой Василий великий в том же о том же учит так великое таинство крещения совершается тремя погружениями и равными им по числу призываниями чтобы и образ смерти Христовой отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через предание им боговедения о необходимости крещения детей учили очень многие отцы церкви как-то Климент Александрийский Григорий Богослов Иоанн Златоуст Амбросий Медиаланский Блаженный Августин и другие но в этом отношении особенно важны для нас свидетельства отцов и учителей первых веков христианства святой 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 дионисий ариапагит обращенный христианство апостолом павлом диане 1734 в своей книге о церковной иерархии о крещении детей и поручении их восприемникам пишет божественным нашим наставникам то есть апостолам изволися допускать крещение младенцев по тем священным условиям чтобы естественные родители детяти поручали его кому-либо из верующих который бы хорошо наставил ее в предметах божественных и потом заботился о детяти как отец указанный свыше и как страж его вечного спасения этого-то человека когда он дает обещание руководить отроком благочестивой жизни заставляет иерарх произносить отречение и священное исповедание думая что ничего нет странного в том что младенец допускается до крещения Дионисия Реапагита церковной иерархии 7 3 параграфа 11 епископ Сильвестр опыт догматического богословия том 4 страница 418 небольшое пояснение о сегодняшнем крещении практически если смотреть по апостольским правилам едва ли несколько душ из десяток а может и сотен тысяч крещеных поистине может быть назван крещеным родители приходят неверующие табакуры пьяницы и сами никогда не знали Христа и не желают знать почему после крещения часто приходится подбирать крестики которые тут же сбрасывают из детей святой святой Ирине епископ Леонский замученный в 202 году в своей книге против Ересей книга 2 глава 39 пишет Христос пришел спасти собой всех всех говорю которые через него возрождаются в Бога младенцев детей и отроков юношей и старцев против Ересей книга 2 глава 22 пункт 4 страница 174 поясняем все горе и вся причина в том что в церкви не соблюдается принцип а посторонние не смели приближаться сегодня и сам священник не сможет определить кто верующий и кто неверующий причастие к окрещению приходит каждый кто бы не пожелал вот это дом открытых дверей и привел к тому что практически она сможет сказать что это Вавилон полное смешение чистого с нечистым святого с не святым святой Григорий Богослов получая христианских матерей так говорит о необходимости крещения детей у тебя есть младенец не давая времени усилить повреждению пусть освящен будет в младенчестве и силных ногтей посвящен духу ты боишься печати по немощи естества как малодушная маловерная мать но но Анна и до рождения обещала Самуила Богу и по рождении вскоре посвятила и воспитала для священной ризы не боясь человеческой немощи но веруя в Бога творение Григория Богослова слово на крещение том 3 страница 277 Блаженный Феодорит оповергая учения еретиков мисселиан учит что крещение не только уничтожает предшествовавшие грехи но и соединяет нас со Христом делая нас причастниками воскресения замечает а если бы сие одно было делом крещения то для чего бы крестить нам младенцев не вкусивших еще греха о крещении том 6 страница 66 Карфагенский собор 419 и 26 годы сделал такое постановление о крещении детей кто отвергает нужду крещения детей или говорит что хотя они и крещаются в отпущении грехов но от прародительского адамова греха не заимствует ничего что надлежало бы омыть баню паки бытия тот да будет танафима ибо реченный апостол единим человеком грех в мир вошел и грехом смерть и так смерть во всех человеком вошла в нем же все согрешили подобает разуметь не иначе разве как всегда разумела кафолическая церковь повсюду разлиянная и распространенная ибо по всему правилу веры младенца никакие грехов сами собою содевать еще немогущие крещается истинно в отпущении грехов да через паки рождения очистится в них то что они заняли от ветхого рождения правило 124 святые отцы церкви учили также и о неповторяемости крещения святой златоуст например пишет мы погреблись христу крещением смерть следовательно как невозможно чтобы христос другой раз был растет так невозможно и в другой раз крестить на послании к евреям 11 пункт 3 святой Иоанн Дамаскин говорит мы исповедуем единое крещение в оставлении грехов римлянам 6 5 и в жизнь вечную ибо крещение знаменит смерть Господню через крещение мы спогребаемся Господу Колоссинам 2 12 как говорит божественный апостол следовательно подобно тому как однажды совершилась смерть Господа так и креститься должно однажды креститься по слову Господа во имя Отца и Сына и Святого Духа научаясь этим исповеданию Отца и Сына и Святого Духа поэтому те которые будучи крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа и научены исповедовать одно Божие естество в трех ипостафиях потом перекрещивается снова распинают Христа как говорит божественный апостол книга 4 глава 9 страница 302 в послании восточных патриархов представители всей восточной каполической церкви так изложили учения о святом крещении веру что святое крещение заповеданное господом и совершаемое во имя святой троицы необходимо ибо без него никто не может спастись как говорит господь ащи кто не родится водой и духом не может внить и царство божие посему оно нужно и младенцам ибо и они подлежат первородному греху и без крещения не могут получить отпущение сего греха нельзя говорить что крещение не разрешает от всех прежних грехов но что они хотя и остаются однако же есть крайнее нечестие есть опровержение веры а не исповедание ее напротив всякий грех существующий или существовавший прежде крещения уничтожается и считается как бы несуществующим или никогда не существовавшим о святом миропомазании миропомазание есть такое совершаемое после святого крещения таинству в котором при помазании с молитвой освященным от епископа миром частей тела крещеного с произнесением слов печать дара духа святого подается ему благодать святого духа для укрепления и возрастания его духовных сил с помощью которых он достиг бы вечной жизни миропомазание в ветхом завете совершалось над царями и священниками как избранными и богу посвящаемыми людьми для высокого и трудного их служения исход 30 23 33 1 царств 16 13 3 царств 1 39 19 16 служение богу христиан настолько высоко и трудно что священное писание и их всех называют царями и священниками 1 Петра 2 9 Откровение 1 6 5 10 Почему и они для достойного прохождения звания христианина должны быть помазаны святым миром как рыба без воды а животные без возраста жить не могут так и человек не может духовно возрастать и совершать свое спасение без помощи даров святого духа без меня не можете делать ничего Яна 15 5 сказал спаситель так он сказал потому что испорченная прародительским грехом природа человека всегда влечет его в злу почему без благодати святого духа человек бессилен и не может не только спасти себя но и усовершенствоваться в добре миропомазания и совершается над всяким христианином для того чтобы получить прощение грехов в крещении он принял в этом таинстве еще залог духа в сердце свое 2 коринфянам 1.21 чтобы подкрепляемый в борьбе со злом и вводимый в своей жизни духом святым он достиг возможности святости христианского настроения а через это и вечного спасения первоначально сами святые апостолы не заводили накрещаемых благодать святого духа через возложение рук деяния 8.14.17.19.6 но когда число уверовавших увеличилось настолько что святые апостолы уже не могли сами лично везде возлагать руки на многочисленных крещающихся они заменили возложение рук мира помазанием 1.2.20 и 2.2.1.21 поручив совершать его епископом и пресвитером церкви которые и совершают его над всеми крещенными от времен апостольских до ныне и будут совершать до скончания мира не нужно никакого миропомазания ибо дух святой подается верующему в крещении кто крещен тот и имеет в себе дух Божий рожденная духа есть дух Иоанна 3.6 и такими грешниками были некоторые из вас но омылись но осветились но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего 1.1.6.11 В крещении подается благодать Святого Духа для духовного возрождения человека и прощения его грехов а в миропомазании даются дары Святого Духа для укрепления и возрастания его душевных сил в течение всей его жизни от того крещения и миропомазания два совершенно различных таинства сами апостолы научают нас отличать одно от другого так например апостол Петр говорит уверовавшим после его первой проповеди людям покаятесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа Диане 2.38 Не сказал святой апостол «Для прощения грехов и получения дара Святого Духа», а сказал «Для прощения грехов и получите дар Святого Духа», показав этим, что прощение грехов – одно дело, а получение дара Святого Духа совсем другое. В послании к евреям апостол Павел пишет «Оставивши начатки учения Христов, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара Небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого опять обновлять покаянием». В приведенных словах святой апостол отвечает крещение от возложения рук, как отвечает воскресение мертвых от суда вечного, и говорит, что как в крещении человек духовно просвещается, «Так в возложении рук делается причастником Духа Святого». Различие между крещением и возложением рук, или что тоже миропомазанием, еще яснее видно из истории крещения самарян. Когда самаряне поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещеного имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, самаряне уверовали и были уже крещены. А Духа Святого не получили до тех пор, пока апостолы Петр и Иоанн не возложили на них руки. Что крещение одно таинство, а возложение рук или миропомазание другое, это хорошо понимал даже Симон Волф, который после того, как уверовал и крестился в Диане 8.13, «Увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Иоанне 8.18 Ученики Иоанна Крестителя были крещены во имя Господа Иисуса, но в крещении еще не получили Святого Духа. Лишь когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый. Диане 19.6 Ясно, что крещение одно таинство, а возложение рук совсем другое. Но столько же необходимое, как и первое, ибо как для духовного возрождения человека и прощения его грехов нужно Святое Крещение, так для получения дара Святого Духа нужно особое таинство – возложение рук или миропомазание. Не нужно ни возложение рук, ни миропомазание. Кто имеет веру в Бога, тот имеет и Святого Духа, о чем свидетельствуют его добрые дела. Корнилий, например, получил Святого Духа раньше крещения. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили в Святаго Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Деяние 10.44 Вера и добрые дела сами собой не вселяет еще в нас благодать Святого Духа. Вера и добрые дела дают нам только право на получение дара Святого Духа. Дают нам, как говорит святой апостол, только доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией. Риминам 5.1 Благодать же Святого Духа подается нам в святых таинствах Церкви. Самаряне сказано, когда поверили Силипу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то и крестились и мужчины, и женщины. Деяние 8.12 Однако, как уже сказано, получили Духа Святого только после того, как святые апостолы возложили на них руки. То же самое нужно сказать и об учениках Иоанна Крестителя. Встретив их в Ефесе, апостол Павел сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровов?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились у Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой. Деяние 19, 2, 6. Что касается Корнили, получившего дары Святого Духа раньше, крещения и без рук возложения, то необходимо заметить следующее. Благодать Святого Духа всеми верующими получается обычным, Богом установленным порядком, именно через святые таинства Церкви. Но по своей воле, в исключительных только случаях, Господь Сам, избранным Своим, подает благодать Святого Духа необычайным путем. Так святые апостолы получили Святого Духа в день Пятидесятицы в виде огненных языков. Деяние 2, 1. И Корнили удостоил Бог получить Святого Духа без возложения рук апостольских и раньше крещения, чтобы убедить наглядно и окончательно апостола Петра, что во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Деяние 10, 35. Что и для язычников открыты двери Церкви Христовой и спасения. Римлянам 3, 29, 9, 24. Что Бог нелицеприятен и потому, чтобы апостол Петр не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Хотя бы он был и язычный, как Корнилий. Вот почему Корнилий необычайным порядком, без возложения рук и раньше крещения получил Святого Духа. Это было особое чудо Божие, что подтверждается и тем, что как святые апостолы в день Пятидесятницы, так и Корнилий, получив Духа Святого, стали говорить на иных языках. Деяние 24. Сектанты же не получают подобно Корнилий Духа Святого, ибо на иных языках не могут говорить. Очевидно для них, как и для всех людей, можно получить укрепляющую благодать Святого Духа только обычным для всех порядком, то есть через Таинцев Святого Миропомазания, который они, вопреки Слову Божию, отвергают. Сравнивать же себя со святыми апостолами и другими избранниками Божиими могут только люди, впавшие в духовную гордость или самообольщение. Что касается того утверждения сектантов, будто хорошие дела человека свидетельствуют о пребывании в нем Святого Духа, то это не совсем верно. Добрые дела могут быть и у неверующих язычников, делающих добро по природе. Кремлянам 2.14. Кроме веры в Бога, необходимо получить благодать из Святого Духа, без которого долгое время оставался и верующий в Бога Корнилий, и без которой он не мог спастись. Деянин 10.6. Когда возникла ересь Пятидесятничества, стали они говорить, как бы на иных языках, стараясь подражать апостолам, то им нужно указать на то, что апостолы говорили на иных языках, которые понимали находящиеся люди. Их же никто не понимает. Во-вторых, духи пророческие повинуются пророкам. То есть дается твердое указание в 14 главе Первого Послания к Коринфянам. Какой порядок, когда имеют дар незнакомых, не иных, а незнакомых языков? Если нет толкователя, молчи. То есть ни один человек за все собрание не должен произнести ни единого слова. А если есть толкователь, то за все время богослужения одного собрания разрешается говорить двум, двум или трем, и то поврось. А один должен истолковывать. И при том языки, которые просили коринфяне, это было знамение для неверующих. Не для тех, которые к ним придут в собрание и назовут их бесноватыми, сумасшедшими, как называют сегодня пятидесятников. Но сами коринфяне, которых евреи сумели убедить, что Царствие Божие открыто только для евреев, а языкщиков Бог не примет, то они и просили у Бога подтверждения того, приняты они или нет Богом. То есть сами коринфяне были неверующими в то, что они приняты Богом и без этого дара. Мы признаем и совершаем над крещенными возложение рук, но отрицаем миропомазание, ибо о нем ничего не говорится в Священном Писании. Правда, первоначально святые апостолы не заводили на крещающихся дары Святого Духа через возложение рук. Но потом, по указанной высшей причине, то есть вследствие многочисленности крещающихся, они заменили его миропомазанием. На это есть указание не только в книгах отцов и учителей церкви первых времен христианства, но и в Писании, говорящем о получении верующими Святого Духа через миропомазание. «Вы имеете помазание от святого», — говорит апостол Иоанн, — «и знаете все. Помазание, которое получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». 1 Иоанна 2, 20 и 27. «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа сердца наши». 2 Коринфянам 1, 21. Здесь помазанием называется такое действие, которое, как возложение рук, подает от святого, то есть Духа Божия, знание истин веры. «Знаете все» и научает ей, учит вас всему. 3 Через которое сам Бог, помазавший нас, утверждает нас во Христе, запечатлевает нас и дает залог Духа сердца наши. То есть помазанием здесь называется такое священное действие, которое подает нам научающее и укрепляющее вере и дары Святого Духа. И как печать кладется на свидетельстве для удостоверения личности человека или известных прав его, так и в миропомазании кладется на человека печать благословенного мира в удостоверении того, что он принадлежит Богу, и, получив дары Святого Духа, имеет право на общение с Богом. Вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8.15 Само слово «Христос» по греческому слову «Хрисо» означает «Помазанник», как и имя христианин означает человека, принявшего помазание. Отсюда, кто не имеет на себе божественной печати и миропомазание, тот и не христианин, хотя бы и верил во Христа. Творение Святого Киприяна, письмо Кенуарию. Библиотека Творения Святых Отцов. Издание 1891 года, страница 323. Кем установлено таинство возложений рук или миропомазания? Самим Христом, обещавшим дать своим последователям Духа Святого. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, «Ищрево потекут реки воды живой» Исаия 12.3, Иоиль 3.18. Сей сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Иоанн 7.37 В этих словах Христос обещал верующим Святого Духа, не сказав только, каким способом они будут принимать дары Его. Откуда видно, что верующие получали Духа Святого через возложение на них рук? Это видно из истории крещения самарян. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Диане 8.12 Видно это из слов Симона Волхва, который, увидевшись через возложение рук апостольских, подается Святой Дух, принес им деньги, говоря, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Диане 8.18 А откуда видно, что еще при святых апостолах возложение рук заменилось миропомазанием? Из слов апостола Иоанна. Вы имеете помазание Святого и знаете все. Читаем 1 Иоанна 2.20 и 27. И из слов апостола Павла 2 Коринфянам 1.21. Откуда видно, что миропомазание еще при апостолах совершалось в самый день крещения, а не спустя много лет после него, как, например, у католиков, которые совершают миропомазание над людьми уже в отреческом возрасте? Это видно не только из свидетельств отцов учителей Церкви первых веков, о чем будет сказано ниже, но и из Священного Писания. Не оскорбляйте, говорит апостол Павел Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ифтися нам 4.30. Днем искупления для всякого христианина является день избавления его от греха, проклятия и смерти, то есть день крещения. Следовательно, из слов апостола Павла видно, что запечатление или миропомазание совершалось при святых апостолах в самый день крещения, а не спустя продолжительное время после него, как это вопреки Писанию и обычаю Древней Церкви сделают католики. А откуда взяты слова, произносимые при миропомазании «печать дара Духа Святаго»? Из следующих мест Священного Писания. «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавши нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфянам 1.21. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления» – Эфистианам 4.30. «В нем во Христе и вы, услышавши слово истинное благословение вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» – Эфистианам 1.13. «Пусть крестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа» – Деяние 2.38. Вот откуда слова «печать дара Духа Святого». Первоначально право совершать это великое таинство имели одни святые апостолы, что видно из истории крещения самарян. Филипп, хотя и крестил самарян, но не мог возложить на них руки, ибо был только диакон. Для возложения рук на самарян были посланы апостолы Петр и Иоанн. И Симон Волх, хотя уверовал и был уже крещен, но не имел права совершать руковозложения, и кощунственно хотел купить за деньги у апостолов власть сию, за что должен был молить у Бога прощения, чтобы избежать тяжкого наказания. Святые апостолы передали эту власть через рукоположение своим преемникам и епископам церкви, которые сами, приготовляя и освящая мира, дают право совершать таинство миропомазания рукополагаемым ими пресвятерам. Пресвятеры же не имеют права сами освящать мира, о чем говорится и в шестом правиле Карфагенского собора, бывшего в 318 году. Совершение мира да не творит пресвитер. У католиков миропомазания совершают одни лишь епископы, но это новшество, введенное в Ринской церкви папами лишь с 13 века, совершенно противоречит практике древней церкви. Так, например, в постановлениях апостольских мы читаем «О крещении, епископ или пресвитер, мы уже прежде сказали и теперь скажем, сперва ты помажь святым елеем, потом крестишь водою, наконец запрещетлеешь миром». Книга 7, глава 22. Блаженный Иероним, говоря о миропомазании, учит, «Если бы Дух Святой не сходил только по молитве епископа, то следовало бы оплакивать тех, которые по древним укреплениям и в более отдаленных местах, будучи крещены пресвитерами и диаконами, умирают прежде, чем посетят их епископы». Как совершается таинство святого миропомазания? «Совершающий миропомазание епископ или пресвитер помазует крестившегося святым миром, творя креста образ на челе и очесах, и ноздрях, и устах, и обоих ушах, и персях, и руках, и ногах. Требник». Кроме отцов Владикийского собора, бывшего около 365-го года, и отцов 2-го и 5-го Вселенских соборов, говорящих о необходимости принятия христианами таинства святого миропомазания, о нем свидетельствуют многие отцы и учители церкви. Из более ранних по времени жизни свидетелей о таинстве миропомазания особенно важны следующие. Дионисий Ариапагид, ученик апостола Павла, обращенный им самим ко Христу в Афинах, о чем упоминается в Деяниях апостолов, глава 17-34. В написанной им книге о церковной иерархии, глава 4-1, говорит следующее. «Есть и другое равносильное пресвящение священнодействия, которое наставники наши, то есть апостолы, именуют таинством мира». Это совершительное помазание миром преподает удостоившемуся святейшего таинства возрождения, то есть крещения, излияние богоначального духа от церковной иерархии, глава 4-11. Церк Улиан, живший во II веке, в своей книге о крещении, глава 7-я пишет, вышед из купели, «Мы помазываемся благословенным помазанием по древнему чину, как обыкновенно помазываемы были на священство елеем из рога. Телесно совершается над нами помазание, но духовно приносит плод, как в самом крещении телесно действие, когда погружаемся в воду, но духовно плоды, когда очищаемся от грехов. Затем возлагается рука, призывающая и низводящая через благословение Святого Духа». Тертульяна Крещения, страница 11-я. Ориген, великий учитель церкви, живший в III веке, пишет в своем толковании на книгу Левит, 8-11. Итак, обратившимся от греха, хотя дается ощущение через все то, о чем говорено выше, но дар благодати Духа обозначается через образ елея, для того, чтобы обращающийся от греха мог не только получить ощущение в крещении, но и исполниться Духом Святым. Святой Киприян, епископ Карфагенский, в письме к Януаре пишет, «Необходимо также тому, кто крещен, быть и помазану, чтобы, приняв помазание, он мог соделаться помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову. Крещеный же помазывается елеем, освященным на алтаре, где совершается Евхаристия». Страница 323. Створение Киприяна «Святой Ефрем Сирин так учит о миропомазании. Печати Святого Духа запечатлены все входы в душе твоей, печати помазания запечатлены все члены твои. Царь, как бы на тебе положил письмо свое и наложил на него печати огня» Матфея 3.11, Лука 3.16, «Дабы не прочли его чужие и не испортили письмен». Святой Кирилл Иерусалинский особенно подробно учит о таинстве Святого Миропомазания, как Христос, омывшись в реке Иордании, сообщив водам благоухания божества, вышел из вод, и было на него существенное наитие Духа Святого, потому что подобное прочивает на подобном. Так подобно и вам, и шедшим из купели священных вод, дано Миропомазание, изображающее собой то самое, чем помазан Христос. А это помазание есть Дух Святой. Смотри по этому, не подумай, что сие есть миро простое. Как хлеб Евхаристии по призыванию Святого Духа есть уже хлеб непростой, но тело Христово, так и Святое Миро сие, по призыванию непростое уже, или, как бы сказал иной, обыкновенное Миро, но дарование Христа и Духа Святого от присутствия божества Его, соделавшееся действенным. Им знаменательно помазуются чело и другие орудия чувств. И тогда, как тело помазуется видимым миром, душа освящается святым и животворящим Духом. Творение Кирилла Иерусалимского. Третье тайноводственное слово. Пункт первый и третий. Издание Московской Духовной Академии 1855 года. Страница 364. На Ладийкийском соборе 365-й год, постановления которого вошли в канун церкви, определенно «Подобает просвещаемым по крещении бытьи помазуемым и помазанием небесным и бытьи причастниками Царства Божия». Правила 7 и 48. Достойное примечание, что не только у католиков, но даже у христиан, отступивших от церкви православной. Давным-давно, еще в начале ее существования, как, например, у яковитов, нестариан и армян, таинство мира помазания сохранилось, причем его совершают тотчас после крещения как епископы, так и пресвитеры, что исторически доказывает существование мира помазания в первые века христианства. Вывод изучения священного писания святых отцов и учителей церкви о таинстве мира помазания должен быть сделан следующий. Наряду со святым крещением каждый христианин должен принять и святое миропомазание, заменившее еще при святых апостолах возложение рук, подавшее к крещеному дары Святого Духа для укрепления и возрастания его духовной жизни. Это великое таинство не могут совершать не только миряне, но даже диаконы церкви. Его совершают только преемники апостолов, епископы и рукополагаемые ими к совершению святых на дело служения Ефесянам 4.12 приседители церкви. Вот почему все отделившиеся от Святой Церкви Христовой расколо-сектантские общества, как не имеющие у себя законов поставленных епископов, не могут ни святого мира иметь, ни совершать священного миропомазания. А кто не имеет на себе божественной печати миропомазания, тот и не христианин и не наследник вечной жизни, ибо лишен общения со Святым Духом, без благодатной помощи которого никто не спасается, ибо если кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Рим. Но и христиане, получив через святое миропомазание дары Святого Духа, должны всегда хранить себя чистыми и непорочными, чтобы своими грехами не удалить от себя навсегда Духа Божия и не подвернуться вечному осуждению. Не оскорбляйте, говорит апостол Павел, Святого Духа Божия, которым вы запишите лены в день искупления. Ситянам 4.30 Если отверстие закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему думаете наказанию повинен быть тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет страшно впасть в руки Бога живого Евреям 10.28.31 О святом причащении примите едите сие есть тело мое пейте из нее все ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое во оставление грехов Матфея 26.26.28 При хищении есть такое великое таинство, в котором верующие под видом хлеба и вина вкушают истинное тело и истинную кровь Христа для теснейшего соединения с ним, для оставления грехов и получения вечной жизни. Еще задолго до страданий своих Христос подготавлял народ и учеников своих к пониманию спасительной силы и значения великого таинства святого причащения, когда чудесно наносите пятью хлебами и двумя рыбами около пяти тысяч народа, предложил им учение о необходимости вкушения для вечной жизни при чистого тела и при чистой крови своей. Я хлеб живый учил он шедший с небес едущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя которую я отдам за жизнь мира если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день ибо плоть моя истина есть пища и кровь моя истина есть питье едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем как послал меня живый отец и я живу отцом так и едущий меня жить будет мною сей то есть хлеб шедший с небес не так как отцы ваши ели манны и умерли едущий хлеб сей жить будет вовек иоанна 6 47 58 еще яснее учил христос о цветом причащении своих двенадцать учеников на тайной вечере когда они ели иисус взяв хлеб и благословив преломил и раздавая ученикам сказал примите едите сие есть тело мое и взяв чашу и благодарив подал им и сказал пейте из нее все ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое в оставление грехов Матфея 26 из приведенных слов Христа Спасителя видно что в установленном им таинстве святого причащения под видом хлеба и вина подается верующим истинное тело и истинная кровь его во оставление грехов что идущий плоти пьющий кровь Христа пребывает во Христе и он в нем и что кто не ест плоти сына человеческого и не пьет крови его тот не будет иметь жизни вечной так учится святом причащении святой апостол Павел чаша благословения говорит он которую благословляем не есть ли приобщение крови Христовой хлеб который преломляем не есть ли приобщение тела Христова 1 Коринфянам 10-16 ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господнем возвещаете доколе он приедет посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господне недостойно ино он будет против тела и крови Господней да испытает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто если пьет недостойно тот если пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает 1 Коринфянам 11 26 30 итак слово Божие ясно ясно учит нас что в таинстве святого причащения под видом хлеба и вина мы едим для соединения со Христом его причистое тело то самое которое висело на кресте и пьем для оставления грехов ту самую причистую кровь которая лилась по кресту учит писание что каждый христианин не может спастись без приобщения тела и крови Христовой